Всем привет! С вами канал Трилобит Видео, наша рубрика посвященная флоре и цветам. И сегодня у нас на обзоре лапчатка желтая, которую еще называют курильским чаем. Да, вот такое у нас сегодня интересное растение из семейства розоцветных. Самое интересное, что лапчатка желтая, это скорее невысокий кустарник с цветками ярко-желтого цвета. Кстати, вот может он вырастать в высоту до 150 сантиметров. Ну, такая самая номинальная у него высота это сантиметров 20. В нашем случае где-то вот сантиметров 30, наверное, от земли до самого такого высокого положения. Вот листочка на веточке можно насчитать. Ну, в принципе, как бы она была посажена всего лишь год-два назад. То есть, не такая уж она и у нас, что называется, сторожил садика. Ну, как мы видим, у нее интересные листочки такие перстые, покрытые мягким ворсом. Цветет лапчатка с июня по сентябрь. В этом, конечно, тоже ее большой плюс. Почему? Потому что вот в этот период она всегда вас порадует такими вот небольшими яркими желтыми цветочками. Цветки одиночные, до 3 сантиметров в диаметре могут достигать. Ну, естественно, это рекордсмены. Конечно же, в большинстве случаев будут немножко поскромнее габариты цветков. Но при этом они будут такие же красивые. В сердцевинке, вот, можно заметить большое количество тычинок. То есть, в принципе, лапчатка желтая, она, в общем-то, вполне привлекает насекомых опылителей на участок. Поэтому ее используют в ландшафтном дизайне и озеленении садовых участков и газонов. Ее можно также посадить либо в бордюры, рабатки, живые изгороди, альпинарии. Довольно часто данный кустарник служит в качестве переднего плана для более высоких кустарников. То есть, как бы, вот, получается у нас такой желтоватый цветущий низ, да, и более такой массивный, солидный верх, да, в таких вот садовых ансамблях. Ну, у нас сейчас подобного дизайнерского хода не наблюдается, потому что, ну, как-то не приходила мысль сделать нечто подобное. Ну, вот, лапчатка также хорошо смотрится в каменистых садиках среди камней и небольших композиций. Вот такой, типа такой вот имитации альпийской горки, например. Или какой-нибудь там вот ракарий, типа такого. Она, кстати, морозоустойчива, хорошо переносит засуху, но любит такой влажный воздух. Может хорошо расти на богатых, умеренно влажных почвах. Любит много света. Быстро подрастают молодые растения, но по мере старения интенсивность роста у них падает. Поэтому, конечно, полтора метра в высоту для лапчатки это своего рода рекорд роста. Скорее всего, ее показатели будут более скромные. У большинства таких вот дачников, любителей цветущих кустарников. Лапчатка также обладает лечебными свойствами, но эти могут похвастаться лишь верхушки растения. Поэтому, если кто, конечно, не дай бог увлечется этим, дам совет, что собирать следует молодые побеги с цветками и листьями. Вообще, конечно, сбор осуществляется на протяжении всего периода цветения. А он, в общем-то, у нее такой достаточно долгий. Ну вот, собранный материал рекомендуется слегка подвялить на солнце. Затем, конечно же, хорошо просушить в специальных условиях или вот сушилках. Ну и хранить вот такой сбор из лапчатки рекомендуется не больше года. Вообще, лапчатка как лекарственное средство пользуется популярностью в качестве такого вот народного кровоостанавливающего средства. Противоспалительного, антиаллергического и даже противовирусного. Честно говоря, не проверял. У нее, в общем-то, также есть и антибактериальные применения. Даже вот против диабета пытались ее применить. Но не знаю, было ли это успешно и насколько. Вот, также ее можно принимать внутрь при желудочно-кишечных заболеваниях. Ну и можно вот приготовить из нее аналог такой вот мази и вот какие-то наружные тоже повреждения, типа там синяков, ушибов. Вот как-то локально подлечивать. Вообще, вот свойства лапчатки, да, такие вот в народной медицине, да, как лекарственного препарата, они известны уже много столетий. Считалось даже, что вот именно это растение как бы вот было одним из таких вот чудодействных лекарственных цветков. Потому что его, с одной стороны, достаточно просто и удобно использовать как действительно такое универсальное средство почти от всех болезней. Ну и, конечно же, необычность цветков, да, то есть, с одной стороны, это как бы цветок, да, с другой стороны, это кустарник. Ну и, конечно же, цветки очень красивые, то есть, не радуют глаз. И вот как-то еще могут, да, такой вот немножко привнести умиротворение и гармонию в тот уголок садок, где вы ее посадите. Вот такая интересная лапчатка. Еще, конечно же, есть несколько подвидов. То есть, еще есть лапчатка белая. Мы про нее поговорим отдельно. Лапчатка желтая также поражает своим сортовым разнообразием. На сегодняшний день вообще официально зарегистрировано почти 500 видов лапчатки. Ну и наша желтая насчитывает также несколько сортов. Вот самые такие наиболее яркие, да, которые вот очень так любят садоводы и флористы, да, вот. Это, конечно же, Голд Стар, да, Голд Фингер, Голд Тепич, Саммер Флор, Кобальт и Йеллоу Квин. А также еще вот колган попал в список таких вот самых-самых наиболее популярных видов данного кустарника. Почему вот именно такие сорта мы здесь озвучили? Ну, конечно же, потому что у них очень такие насыщенно желтые блестящие цветы, да, вот, достаточно крупные. Потом именно вот данные виды, они, в общем-то, могут вырастать, ну, как минимум от 30 сантиметров в высоту до полуметра, это точно. И причем у них ширина куста может достигать почти до метра, вот, в диаметре. То есть это действительно будут такие достаточно яркие, такие хорошо цветущие, в общем-то, достаточно красивые вот элементы такого цветочного разнообразия на вашей лужайке или садовом участке. Голд Фингер вообще может вырастать до полутора метров. У него такие, в общем-то, крупные цветки могут в диаметре быть почти 5 сантиметров. Так что вот здесь, конечно же, все-таки размер также имеет значение. Ну, а сейчас немножко вообще об общих правилах посадки и ухода. Да, мы уже говорили, что желтая лопчатка, она неприведлива и неприхотлива. Это, конечно, хорошо, то есть ее, в принципе, можно где угодно посадить. Она, в общем-то, приживется и потребуется минимум усилий и действий для поддержания здоровья и красоты лопчатки. Но, когда мы убираем место для посадки, нужно убедиться, что оно солнечное. Ну, и слегка так вот там бывает тень, хотя бы какое-то время в тени дня. Да, вообще прямые лучи солнечные не очень хорошо сказываются на внешнем виде и общем состоянии растения. Дело в том, что от ярких лучей соцветия начинают гореть и опадают, а листья могут слегка потускнеть. Лопчатка морозоустойчива. Это да, хорошо. Почему? Потому что для посадки можно выбрать довольно-таки большой участок, где, в принципе, такая, в общем-то, вольготная площадка для ветров. То есть, там могут у вас вполне быть такие продуваемые весной, осенью и зимой ветра места. И, тем не менее, кустарник очень даже приживется. Но лопчатка желтая весьма требовательная к грунту. Суглинистые и тяжелые почвы не подходят для посадки. Ей необходима легкую, в меру, кислая почва с хорошей дренажной системой. Но, если на участке преподает тяжелый суглиник, то не стоит особо печалиться. Для того, чтобы лопчатка у вас прижилась, нужно просто вот вместо посадки немножко внести гравия и песка. Это чуть-чуть облегчит почву. Да, вот такой вот интересный совет дают профессионалы начинающим садоводам. Дело в том, что у саженцев лопчатки корневая система поверхностная. И это, конечно, нужно учитывать при посадке. Вообще, схема посадки рассчитана на пять таких вот этапов. Этап первый, это выкапывается яма глубиной 50 сантиметров. Если высаживается несколько растений, то расстояние между кустарниками должно быть не меньше 30 сантиметров. Почву, где будет расти у вас лопчатка, нужно немножко уплотнить. То есть, слегка так вот подтрамбовать. На дно выкладывается дренаж. Это этап два. Вот как раз то, что мы говорили про гравий, щебень и, может быть, даже речная галька. Ну и, естественно, туда нужно также добавить слегка, так вот, пирательной смеси. Это вот, может быть, перегной, немножко песка, а также минеральных удобрений. Это все второй этап. Этап три, это когда уже вот чуть-чуть засыпаем посадочное место землей. Ну и, конечно, перед посадкой корни кустарника расправляются и укладываются в лунку. Постепенно присыпаются землей. Важно, чтобы корневая шейка находилась выше уровня грунта. Этап последний, пятый. После посадки куст обильно поливается и присыпается мульчой. То есть, соломой, опилками, а также вот остатками травы, которые получаются после покоса лужайки. Вот это, в принципе, мульча и есть. Собственно говоря, вот такие пять этапов посадки для лобчатки выделяется в мире профессионалов-садоводов. Ну и также дальше, что формирование куста лучше проводить весной либо в начале осени. То есть, если кто-то любит такие вот фигурные обрезки, то лучше это все осуществлять один раз в три года. Да, чтобы вот растение могло аккуратно адаптироваться и при этом все свои такие вот колоритные, полезные, такие ценные качества, размер, цветение, яркость цветков, чтобы все это дело не потерялось. Вот такая интересная сегодня у нас была на обзоре лобчатка желтая. Если кому понравился сюжет, ставьте оценки, пишите комментарии. Сажайте лобчатку желтую у себя на дачном участке. Поверьте, очень такой интересный красивый кустик на многолетний, неприхотливый и, в общем-то, в период летних месяцев будет вас радовать своими красивыми цветами. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. Всем привет. Пока.